Пошел. ДС-221, ДС-222, ДС-23, ДС-24. Раскрытие. Кубал целый, стропы и целых, перехлёстов нет. Так, нужно блокировать запас. Так, хорошо, нужно блокировать запас. Снимаю чехлы стропы, одновременно осматриваю наличие схождения с парашютистами. Так, уже осматриваемся. Здесь схождение. Здесь? Да, у меня. Самое схождение. Сейчас. Уходи вправо! Здесь говорят, дадим потрогать небо руками. В прямом смысле слова. В парашютном клубе «Феник» занятия идут три раза в неделю. Самое первое, чему нужно научиться любому, кто решил покорить высоту, научиться правильно складывать сам парашют. Налистать купол, зачековать стропы в специальные соты. Даже перед первым прыжком новички укладывают свой парашют сами. Поэтому относятся с большой ответственностью. А инструкторы между тем шутят. Как сложишь, так и полетишь. Здесь ждут практически каждого. Школьнику, правда, потребуется разрешение от родителей и справка от врача. Взрослым, помимо справки, придется принести еще и страховку. Лена в свои семь уже летала на параплане, а вот первый прыжок с парашютом сможет сделать только в 14 лет. Здесь есть, ну, кольцо, его надо со всей силы дергать, и, ну, тогда парашют раскроется. Средняя цена в России на обучение и первый прыжок с парашютом обходится любителям экстрима в 20 тысяч рублей. В Мерлинском клубе «Феник» сумма гораздо меньше. Такого, наверное, вообще нет нигде и не в России. Думаю, даже за рубежом, что у нас прыжки, вообще-то, у нас бесплатные. То есть и сам прыжок, и обучение у нас бесплатно. У нас единственное, что вот раз в год мы собираем, типа, целевых взносов тысяча рублей в год. Неотъемлемая часть работы клуба – военно-патриотическое воспитание молодежи. Участникам «Феникса» рассказывают не только техническую сторону прыжков. Мы читали лекции по истории тех видов войск, которые связаны с парашютными прыжками. Это морская пехота, это ВДВ и это силы специального назначения. Кстати, даже для себя я с удивлением узнал, что, к примеру, дядя Лермонтова был морским пехотинцем. В этом году «Феникс» стал единственным парашютным клубом в Якутии, который выиграл грант президентского фонда России. Финансами помогают и районные власти, но в основном клуб держится на энтузиастах, которые, как говорят сами, буквально влюблены в небо. Анна Брянская, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Антон Каханский, телеканал «Алмазный край»